Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Санька Обнимание! Сегодня мы будем готовить необычный десерт клубничный тирамису. Если вы хотите удивить своих гостей, либо побаловать детей, можете приготовить этот необычный, но такой домашний десерт. Тирамису он необычайно легкий, вкусный. Мы будем готовить его на основе вкусной ягоды клубники. Итак, поехали! Для приготовления клубничного тирамису нам понадобится клубника, 3 яйца, крем-сыр, сливки или жирная сметана, сахар или сахарная пудра и для украшения какао и шоколад. За основу десерта, как обычно, берут печенье савоярди, либо любое другое бисквитное печенье. Также вы можете приготовить бисквит сами и нарезать его такими продолговатыми полосочками. Рецепт бисквита вы тоже можете найти на нашем канале. Чтобы ваш десерт эффектно выглядел, можно использовать специальные прозрачные формы. У меня сегодня будет такая общая форма, размером 28 на 16 и 5 сантиметров толщина бортика и вот такие красивые формы. Это бокалы. Бокал для кофе, капучино и мартинка. Тоже в разрезе будет очень красиво и эффектно смотреться. Приступим к приготовлению крема. Для начала возьмем 3 яйца и 100-120 грамм сахарной пудры. Нам нужно это все взбить и пропарить на водяной бане. У кого домашние яйца или кто против сырых яиц, чтобы давать их детям, этот метод вам подойдет. Вода в кастрюле закипает на плите, мы подготовим яичную смесь. Когда мы соединили яйца с сахаром или с сахарной пудрой, как у нас, тем временем вода у нас закипела в кастрюльке, лучше набирать где-то одну треть воды, чтобы чаша, которую мы будем ставить сверху, не касалась воды. Ставим яйца сверху и продолжаем взбивать несколько минут. Вот такая роскошная пена у нас получилась. Практически взбилось все до густой воздушной консистенции. Магазинные яйца становятся практически белого цвета, если домашние яйца будут немножко желтоваты. Снимаем наши белки с огня и отставляем, даем им немножко остыть. Теперь взбиваем сливочную массу. Для этого нам понадобится крем-сыр достаточной жирности, где-то 20-40 процентов жира и сливки. Должно это все соединить миксером. Все пропорции будут внизу под видео. Жирность сливок и крем-сыра у нас на устойчивой консистенции в уже готовом десерте. Чтобы быстро и хорошо у нас взбились сливки с сыром, лучше добавлять их охлажденными. Если у вас получилась слишком густая смесь, не пугайтесь. Мы эту смесь сейчас будем соединять с яичной массой. Главное добавлять крем-сыр в наши взбитые белки. И потихоньку уже при помощи лопатки аккуратными движениями вмешиваем сырную массу в яичную, чтобы не нарушить ее воздушность. Для приготовления клубничного соуса, в котором будем впоследствии купать наши печеньки-савоярди, наш бисквит, берем примерно 200-300 грамм клубники и взбиваем это все в пюре погружным блендером. Все подготовительные этапы у нас закончены. Теперь осталось только собрать десерт. Для десерта я взяла такую форму прозрачную и два красивых бокала, в которых будет эффектно смотреться десерт при подаче. Так, выливаем наш клубничный соус. Здесь просто взбитая клубника. Если у вас клубника не слишком сладкая, можно добавить сахар по вкусу, либо любой подсластитель. Или можно добавить банан. Дальше купаем наши печеньки в нашем клубничном соусе. Выкладываем первый слой. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь заливаем наш сливочный соус. Сверху покрываем наш первый слой. Не доливая наши бокалы сверху, мы будем ставить всю массу в холодильник на ночь. Она немножко застынет. И завтра мы будем украшать перед подачей. Наша масса за ночь в холодильнике застынет. Встретимся на сервировке. Десерт провел ночь в холодильнике. Он хорошо застыл. Вот так вот это все выглядит. И сейчас мы будем украшать его. Для этого у меня есть клубника. У меня замороженная. Такими крупными кусочками. Если у вас свежая, с ней будет еще проще работать. Шоколадом. Шоколад нужно измельчить. Клубника и шоколад лучшее сочетание. И сверху можно посыпать корицей. Если вы любите, конечно. Можно также использовать какао, ванильку. Это уже по вашему вкусу и как любят ваши гости. Я буду украшать клубника с шоколадом. Шоколад следует измельчить. Приступаем к финальному украшению нашего десерта. Хорошо отжимаем клубничку. В нашем случае замороженную. И красиво выкладываем поверх уже застывшего тирамису. И сверху посыпаем шоколадом. Десерт получится очень вкусный, легкий и ароматный. Шоколада не жалеем. Если вы любите сладкое салино. Можно брать ваш любимый. Черный, молочный. Ваш десерт готов. Приятного аппетита!